Виновника резонансной автоаварии Павла Нагорного задержали. Об этом сообщил в социальных сетях исполняющий обязанности начальника Закарпатской милиции Сергей Шаранич. По его словам, в результате проведения комплекса оперативно-поисковой операции Нагорного задержали на территории Венгрии. В ближайшее время будет решен вопрос о его экстрадиции. Напомним, в ноябре 2012 года Павел Нагорный в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП около хуста. В результате двое людей погибло, еще двое травмированы. Украина по результатам прошлого года оказалась на втором месте в списке стран по количеству полученных шенгенских виз. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии. Украина опередила Россию, Китай, Турцию и Беларусь. Из-за высокого спроса на въезд в страны шенгенской зоны Еврокомиссия согласовала изменения к визовому кодексу ЕС для посещения гражданами третьих стран, которым принадлежит и Украина. Кроме этого, будет значительно сокращена длительность и стоимость процедур получения виз в страны Евросоюза, перечень необходимых документов, а также предвидена возможность подачи заявлений в режиме онлайн. После повышения цен на газ и тепло для населения субсидии будут получать 4,5 миллиона домохозяйств. Об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова. Она также добавила, что право на компенсации коммунальных услуг получит семьи с доходом меньше 1190 гривен на человека. Людмила Денисова уточнила, что одним из условий получения субсидий есть своевременная оплата коммунальных услуг. Компенсацию граждане страны смогут получать с 1 июля. Сейчас 809 тысяч семей получают компенсацию тарифов на коммунальные услуги. Как маленький укус может стать большой угрозой здоровью? Трансмиссивные болезни – те, которые переносят насекомые в зоне внимания медиков всего мира. Глобальное потепление, массовая миграция населения, низкий уровень жизни во многих странах мира заставляют говорить о таких болезнях, как малярия, энцефалит, тиф и лихорадка. Случаи трансмиссивных инфекций, которые переносят насекомые на Закарпатье, фиксируют крайне редко. Последний раз больного малярии лечили три года назад. Но риск инфицирования остается всегда. Причина – тёплый и влажный климат нашей местности. Частое путешествие жителей за границу, достаточно большое количество нелегальных мигрантов, которые нередко бывают носителями болезней. В последний раз малярии у нас был зареєстрованный в 2011 году. Он был у жителя Межгири, который прибыл в Либерии, где он працював геологом. И после прибывания не принимал засоби профилактики. И наследок чего у него развилась тропичная малярия. Завдяки вчасному диагностированию этого захворювания, а также вчасному наданні медичной допомоги, хворий выжив, хотя от тропичной малярии смертность дуже высока. Фестиваль армянской культуры в Ужгороде проводится каждый год и уже не впервые его организовывает Общество армян Закарпатья «Арарат». Это мероприятие провели совместно с Ужгородской детской музыкальной школой номер один имени Чайковского. Работа общества направлена именно на развитие детского творчества. В этом году на сцене юные таланты исполняли сочинения армянских поэтов и композиторов классиков. Изюминкой вечера стала постановка народного армянского танца от молодежной организации «Арарат». 7 апреля христиане восточного обряда отмечают одно из наибольших весенних праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Слово «благовещение» означает «хорошую, радостную весть». Есть мнение, что в этот день весна окончательно поборола зиму и Бог благословляет землю. Двери потужної енергії відкриті, але у такий надприродно-природний спосіб, я сказав, коли матір, Богородица, стає матірю у надприродний спосіб без чоловіка, зачавши Бога. Сьогодні така нагода, особливо для матерів, помолитись за те, щоб ті люди, ті пари, які живуть на дії зачаття нового життя, Господь їх поболословив діточками. Це свято часто припадає на піст, і тому у цей день також, щоб підкреслити, наскільки це свято важливе, трошки полегшується піст, для того, аби люди змогли відчути, що це і дійсно радість.